Я подошел спросить просто два вопроса сегодняшнего. По какому критерию вы машину останавливаете? Это моя внутренняя информация. Я смотрю, вы получаете каждую машину просто так. Если вы хотите узнать, как работает ГИБДД, устраивайтесь на работу. В смысле? Информация же открыта, у нас с полицией же гласны. Я не средство массовой информации. Нет, вы работник полиции. Я неуполномочен. А сейчас вы проходите гидридская экспирация? Я неуполномочен вам. А сейчас проходите гидридская экспирация? На круг зайдите, я вас остановлю, спросите причину остановки, я вам все объясню. Нет, я вас прошу просто... А почему я должен... С какого? Я знаю, может, сейчас вот есть... Знаете, меня в вашем возрасте интересовали женщины. А вас мужики в форме. Мне кажется, вам надо к сексопатологу сходить. Я не поверю, на самом деле. Я вот в это время, в вашем возрасте, с девушками отдыхал, в пятницу. А вас интересуют мужики в форме. Мне кажется, вам нужно к сексопатологу. Вот на ютуб выложите. Вот на него камеру наведите. Задите. Ну как? Ну его лицо. Кого интересует мужик в форме ночью? Почему? Вы по себе, что ли, сужу? Нет, я по вам сужу. Ну зачем, по мне? Я вас просто просил. Я вас вижу уже третий раз, понимаете? Я вас просил. Я вас вижу третий раз, и вы постоянно ночью подходите к мужикам в форме. Полицейских. И задайте вопросы. Меня, я осталась девушка. У меня же интересовал вопрос. По какому критерию вы останавливаете машину? Какая-то спецабирация идет? Почему я вам должен эти вопросы решать? Это же спецабирация, это абсолютно глас информации. Вы отведите мне на вопрос. Что вы работник полиции? Может, у меня есть информация для вас? Если есть информация, пойдете, я ее запишу. Ваши фамилии, имя, отчество. И не будете отвлекать меня от работы. Я не отвлекаю. Вы мне дадите все данные, я доложу, от кого я принял. С этим я понял. Вы не скажете, что это идет. По какому принципу останавливается. Я говорю то, что должен. То есть, получается, беспричинная остановка. Кто вам сказал? Ну, у вас нет критерия вопроса. Это вы решили. Это логика решает. Это вы решили. Это ваше внутренне субъективное убеждение. Хорошо, мое убеждение. Второй вопрос. Молодой человек, как вас зовут еще раз? Алексей. Я пойду. Можно? Второй вопрос. Все. Второй вопрос. Мне интереса себя. Обращение. Обращайтесь. Вы только что заставили гражданина протирать номера. Нет, подождите. Обращение? Вы ко мне обратились? Да. Одну секунду. Давайте подняться, я вашу данную запишу. Нет, я не хочу. А, я хочу. А, я не хочу. Я же должен обращение отработать. Я устное обращение хочу делать. Я устное, все обращения записываю. А, я хочу обратиться к вам, чтобы вы не принуждали. Подождите, Алексей. Алексей, пойдемте я все заказываю. Не хочу идти. Я должен доложить руководству рапортом. Не хочу. Пронесите мне служебный приз. Не хочу. Я хочу обращение сделать, чтобы вы не заставляли... Нет, обращение будет зафиксировано. Я устное обращение. Я не могу так, устное обращение. Это значит, я не отработал, понимаете? Давайте я устное зафиксирую, чтобы вы поняли. Секундочку, секундочку. Сейчас вы осознаете, а потом подумаете, как это записать. Это вы не осознаете. Это вы сейчас не осознаете. Я не осознаю то, что вы людей заставляете номера постирать грязные. Я не осознаю вообще то, что вы мне сейчас говорите. Потому что мне, во-первых, не интересно с вами общаться, Вы меня отвлекаете от службы. Вы заставляете людей протирать номера. И что? Это незаконно. Серьезно? Исправить то, что нужно? Незаконно? То, что нужно с чистыми номерами? Незаконно? Человек может приехать домой и исправить? У него есть желание? Вы его принуждаете? Я его прошу. Вы его остановили и захали выйти из машины? Так вы его остановили? Вы уже принадили его остановиться? Пожалуйста. И он? С глубоким убеждением гражданского долга это делать. Вы ему это говорите, что обращение? Человек менингидом заболеет, трясет. Не, не заболеет. Фамилия ваша? Фамилия не указала. Как это не указали? Ну я же могу, согласны пятьдесят лет. Я анонимки не отрабатываю. Вот блин, а что же делать? Всего доброго, до свидания, если у вас нет обращения. Вы не сможете принять обращение? Как так? Ваши фамилии, имя, отчество, я приму ваш обращение. Иванов Иванович. Контакт, документ будьте любезны. Нет документов. Я должен удостовериться, что вы это вы, а вы не дезинформат. Давайте с этого начнем. Вы обращение не можете принять, если вы не документы. Я могу принять. Если у меня сейчас будет обращение, то у нас есть. Пойдемте я вашу личность установлю тогда. Вы назовете мне свои данные, я запрошу в Центральное автоматическое бюро, установлю вашу личность. Я захочу. Вы хотите обратиться, чувствовать гражданского долга и ничего не хотите для этого делать? Нет. Устно. Я вот не понимаю вас. Устно. Вы понимаете слово устно? Устно. Вы понимаете слово устно? Устно такое. Я к вам просто подхожу и говорю, вы вот людей заставляете выходить из теплого обращения. Обращение ваше. Алексей, мы теряем время. Не нужно слушать. Чтобы вы. Не. Алексей как вас дальше? Игоревич. Алексей Игоревич. Фамилия? Не указал. Алексей Игоревич? Да. Дальше. Дальше. Судя обращения, да? Судя обращения, да. Судя обращения. Дата рождения ваша? 89. 89. Да. Судя прописки? Не указал. Это анонимка? Ну, если я не хочу указывать. Ну, значит, зачем вы ко мне тогда обращаетесь? Я хочу, чтобы вы не заставляли людей в мороз выходить на улицу и протирать умира. Я с глубоким чувством уважения принимаю ваше обращение. На это все. Спасибо. До свидания. Не останавливайте просто так, главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова